здравствуйте уважаемые товарищи мы сегодня продолжим наши передачи цикл передач о героическом эпосимонаса в предыдущих передачах я рассказывал вам о предысторию об эпосимонаса что он из себя представляет из каких частей состоит сегодня я тоже продолжу эту же тему перед тем как продолжить читать написанный мной пятитонный роман я вот как видите пятитонный роман сначала по варианта сама его разбавку я написал на русском языке провел его через экспертизу министерства образования и пятитонник рекомендован для средних школ республики в качестве дополнительного учебного пособия по крыжской литературе при изучении эпосомонаса и затем я эти свои книги перевел на русский язык чтобы через русский язык распространить его по всему миру потому что сами знаете крыжский язык знает не так уж много людей и для нас для всех крыжских других писателей окном мировую литературу издавна является русский язык потому что русскоязычных читателей очень много я надеюсь они тоже заинтересуются эпосом у нас я прошу вас по возможности сообщать о наших передачах своим друзьям родственникам знакомым делать репост ссылки на это видео чтобы они тоже смотрели эти передачи и слушали узнавали об эпосе монас ну значит чтобы тем кто хочет сразу же прочитать монас не дожидаясь пока я полностью их прочитаю я открыл специально интернет-интернет сайт по адресу эпос-монас.ком там я поставил электронные версии своего романа монас как на кыргызском так и на русском языках желающие могут там скачать их и прочитать мое произведение ну теперь что касается самых великих сказителей эпоса монас то их сейчас кыргызская литература монасоведение причисляет к их числу трех выдающихся сказителей это первый это первый сагом майор разбавков затем сага каралаев и наш отечественник Китайской Народной Республики Юсуп Мамай наши сказители рассказывали монас как трилогию трех частях монаса а наш соотечественник Юсуп Мамай дополнительно к этому еще рассказывал о пятерых потомках монаса то есть в общей сложности у него получилось о восьми представителях рода монаса и он Юсуп Мамай этот свой эпос выпустил в Китае сначала в восемнадцатом а затем эти же книги были изданы у нас в Кыргызстане за этот труд он получил у нас в Киргизии звание героя Кыргызстанской республики ну это пока все что я хотел рассказать об эпосе монасе в следующих передачах я подробно остановлюсь на каждом из сказителей расскажу про те исторические события которые легли в основу того что рассказывается в монасе приведу их документальные утверждения если они имеются ну и полностью попытаюсь прокомментировать те неясные моменты которые могут возникнуть при чтении моего романа а сейчас позвольте мне продолжить чтение романа в прошлый раз мы остановились на том что хан Калмаков Алуке разгневавшись на держащих кыргызов которые отбили свой клад свою казну Калмаков прогнал их всех в разные стороны всех 10 сыновей урожду отправляя кыргызов в изгнание Алуке особенно взялся на Жак Капа Ахбалта он приказал стражникам гнать днем и ночью без остановки пока не отведете кыргызов на расстояние двухдневного пути от Аллахто не давайте им нигде останавливаться строго приказал он начальнику стражи свяжите им руки сзади и не давайте пить и они тихо с крайним сепям на обжигающей пустыне без передышки без отдыха и покоя Иран Кудук был поражен этим словами мой хан попросительно посмотрел на Алуке почему так жестоко относите Жакоба я хочу поселить страх в его сердце хмуро ответил Алуке почему он как старший сын в свое время займет место отца и продолжить его дела Жакоб сейчас молод однако подрослев он может стать ханом корызов до этого я должен воспитать его в нужном русле надо запугать запугать Жакоба поселить страх и почтение в его сердце чтобы у него и мысли не возникало выступить против нас а усмехнулся в рамку дух я понял вашу мысль мой хан непонятно ваша цель владыка кого забодали телеков тот и будучи быком будет бояться говорят у корызов вы хотите запугать Жакоба сейчас чтобы он когда станет быком не смог поднять на нас руку так точно мой монах народ калмахов должен безмерно благодарить бога что он дал им такого мудрого умного прозорливого правителя живите тысячу лет мой хан с раболепием воскликнул не рамку дух после этого началась подготовка к выполнению приказа хана скарб сорока семей каргазов был погружен на шесть волок и четыре мула чтобы поить изгнанников по дороге молоком было выделено три коровы и шесть коз затем им всем крепко связали руки за спинами когда все было готово к отправке о логике еще раз строго предупредил рыжего огромного как волк начальника стражи чтобы не было никакого мягкого отношения к кыргызам сурово приказал он начальник гоните их и днем и ночью не говорите им куда их ведете не разговаривайте с ними при попытке бегства или сопротивления убиваете кыргызов без раздумий кто нарушит эти предписания будет жестоко наказан воинов одетые в синий шлем и зеленые копья исполняя приказ два дня без остановок гнали кыргызов через холмы безводные бесследно исчезающие речушки и иссущающие пустыни куда даже стервятники не залетают изгнанник перенесли огромные муки от усталости не в силах идти плакали дети это приводило кыргызов в отчаяние ибо они были не в состоянии облепить их страдания у всех прохудились кожаные чоколи сапожки так что пятки их кровоточили исчезанной неровной каменистой дорогой со связанными за спиной руками крызы были лишены возможности отойти к обочине дороги и вынуждены справляли нужду под себя их лица поселили от пролитых слез и пыли бесконечных степей а сами они дошли до крайней степени нижнего рождения только когда перестал видеться вдали а лото калмаки развязали и врут устроили привал на берегу грязного озера с водой цвета желтого сливок измученные долгой дороги крызы умолись водой стали приводить себя в порядок затем раздровив камнями круты они жадно заживали их перемешки черпевшим за два дня пути краюхами хлеба и кое-как удалили свой голод не зная куда их ведут они изнывали от безвестности желая узнать об этом в каргаза отправили калмаком поселевшего от пыли пропавшего потом жакоба куда вы нас ведете усталым голосом спрашивал у начальника стража сколько дней нам еще идти вы все узнаете свое время нехотя ответил зеленовый начальник нам запрещено с вами разговаривать поэтому не спрашивайте нас ни о чем все равно не получите никакого ответа когда жаков вернувшись в каргаза передал ответ калмаков ахпалтат только что снявши прогудившись сапоги и с наслаждением вытянешься на зеленой траве обессиленные разбитые ноги для отдыха горестно покачал головой мало того что калмаки изгнали из дома подвергнув стольким страданиям так они еще решили нас помучать неизвестностью тяжело вздохнул он да горестно ответил жак они хотят чтобы уязвились от отчаяния переживания так и происходит куда едем идем идем каким народом встретимся какие дни нас ожидает этого кажется не знаете кто кроме всевышнего что бы ни произошло давайте надеемся на хорошее попытался успокоить дав палку жака хорошее намерение половина блага может быть на новой земле мы найдем свое счастье станем сильнее преднего пусть все будет так как ты говоришь прав надежды сказал а до этого помолимся что бог торвал нам удачи от невзгод и горести к сожалению все произошло не так как надеялись из-за иссушающего зноя бесконечных степей жарких пустынь где не росла никакая растительность кроме сухих колючих шесть кост перестали давать молоко так что крызы вынуждены были их зарезать три дойные коровы зародились ящерами их также пришлось забить за ними пали четыре как будто было мало этого от лишений дальней дороги стали умирать старики увеличилось количество умерших малых детей не вынесших голод в кыргызах отправленных дорогу ранней весной с каждым днем становилось все меньше и меньше прошло шесть месяцев изгнаний золотом когда наступила осень за это время изгнанник преодолели засушливую пустыню прошли речки ульбыш курдой маккан перевалили начало или учарал обузашу таяшу кичи жилдыш чонжилдыш наконец достигли местность ахтала в алтая стражники отдав приказ о привале уставшим каргызам сами также стали готовить к отдыху куда мы пришли спросил жак у начальника стражи в ахтала ответил начальник куда теперь пойдем никуда новым стойбышем для вас будет ахтала ну что дошли до предназначенной нам земли радовался жак да улыбнулся обычно хмурый начальник стражи аллоки приказал нам довести вас на этих мест слава всевышний волнованный жак бегом возвратился к своим землякам сообщил им радостную весть родные мои закончил свою краткую речь завтра на рассвете получи рассмотрим нашу новую родину сейчас уже поздно поужинать и отдыхайте обрадованные каргызы после ужина улеглись спать на следующий день на рассвете старцы ахпалта и жаков осматривая окрестность и прошли по всей округе ахтала оказался холмистом болотистым закамышованным местом его окраиной был алтай за алтаем просирался саян преодолев саяны можно попасть в Венесай Минцу ахпалта ахпалта с целью получения дополнительной информации о земле на которой они оказались обратился с вопросом к печальнику стражи мы здесь останемся спрашиваем да в этих местах живут люди да кто именно калмаки жоржона и задавая больше вопросов ахпалта и жаков продолжили знакомство с новым местом они выяснили что на склонах ахтала растет кавы а троги в большом количестве покрыты метлицей шавелью и ревенью хорошо что всего это здесь вдоволь обрадовался болтар будем давать их детям вместо молока да ответил Жак пока не обзаведемся жилищем скотом можем временно обходиться этим пройдя немного подальше они увидели растущие полы по краям болота пусто русском пройдя вдоль желтых вод родника они увидели густые заросли горные ивы преодолев холмы в густых лесах джигиты обнаружили посущие газели моралов оленей и косунь за ними хоргызы увидели бесчисленные стада одичавшего скота тарготов калмаков и жоржонов хвала создателям с благодарностью молого Жака если обживемся в местные условия подходит и нам и скоту здесь обширное пастпище для жирности из растущего вдоль болот камыша мы можем построить временные жилища правильно поддержал его и зевняка можем делать жирные канаты для устройства юр пока не обзаведемся скотом будем охотиться в лесах на косуль и олени ловить рыбу в реках употреблять их пищу потерявшие была надежда на будущее каргызы таким образом смогли осесть в этих местах продолжить свое существование переговорив с местным населением они устроились с ним доярками и коневодами позже каргызы обнаружили золотоносную жиру и начали ее осваивать каракалмаки и манжу не знали земледели поэтому каргызы на следующий год начали возделывать землю посеяв пшеницу они получили белый хлеб вознаграждением за ним встанно пристало то что каргызы снова обзавелись скотом и правианом из изгнанного народа самым состоятельным стал жаком у которого только накопленного золота было семь домов а скота бесчисленное множество однако несмотря на свое богатство он долгие годы оставался бездетным вот уважаемые товарищи мы подошли к концу нашей передачи я желаю вам всего хорошего до свидания до новых встреч